Перед началом видео, сможете ли вы ответить на мой небольшой вопрос в комментариях. Всем привет! Вопрос. Хотите ли вы нарастить мясо на свою спину? Если да, то вы нажали на нужное видео. Я покажу вам свою рутину на спину, которую я выполняю, которую я выполняю каждую неделю, не считая последних недель перед стартом. Постараюсь, чтобы все было просто и понятно. И вы сможете делать это практически в любом зале. Ну что, переходим к первому упражнению. Окей, мы на станции номер один. Какую бы тренировку вы ни делали, какую бы мышечную группу вы ни тренировали, всегда лучше начинать с более базового движения, которое будет активировать наибольшее количество мышечных волокон и так далее. Это то, что мы делаем в первой части своей тренировки. Почти всегда. И что может быть лучше, чем тяга штанги в наклоне? Сегодня я хочу поделать вот такой резиной. Я говорил, что вы можете выполнять это в любом зале. С резиной это можно выполнять где угодно. Сверху я положил блин, чтобы было более удобно. И резина была горизонтальна. И я буду делать тягу в наклоне. Вы могли видеть, как я делаю так становую? И то же самое можно сделать в наклоне, и это прекрасно. Это просто шикарное упражнение для вашей спины. И да, не обязательно делать это с резиной. Я хочу поработать с легким весом сегодня, потому что скоро у меня тяжелые становы. И еще мне нравится, как я чувствую это упражнение. Всем привет. Привет. Я закончил первое упражнение, сделал 4 сета по 10 повторов. Переходим к следующему упражнению. Опять же, вы можете выполнять это почти везде. Я думаю, не нужно здесь ничего объяснять. Подтягивание. Подтягивание. Подтягивание равно спина. Подтягивание. 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 Потягивание я сделал 3 сета в отказ. С очень коротким отдыхом между подходами. Я почти всегда делаю подтягивания таким образом, то есть 3 подхода на максимум повторений, и между ними очень короткий отдых. Также мало отдыхаю, чтобы очень хорошо прожечь мышцы. Иногда, конечно, я могу добавить дополнительный вес, но не в этот раз уж точно. Третье упражнение, которое я буду делать, это шраги с гантелями. Я делаю либо со штангой, либо с гантелями. Когда я делаю со штангой, это для силы и мощи в становой тяге, которая помогает тебе в конце. Трапеции становятся более сильными, и это очень помогает в становой. Сегодня веса будет меньше и больше повторов. Мне нравится делать шраги с гантелями сидя, потому что... Потому что стоя, легче помогать себе ногами. И это хорошо, когда вы работаете с большими весами, и ваша цель стать более сильным и мощным. Сегодня я просто хочу изолировать свои трапеции. И в этом мне помогут гантели. Я сделаю в районе 4 сетов по 15, может быть, 20 повторений. Третье упражнение, которое я буду делать... Следующее упражнение, это тяга сидя широким хватом. Следующее упражнение, это тяга... Последнее упражнение. Я потягивался широким хватом. Сделал тягу сидя широким. Тяга в наклоне, это что-то между. Поэтому сейчас я буду использовать треугольную рукоятку. Вертикальная тяга узким хватом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вот и все. Это очень простая тренировка спины, которую можно сделать где угодно.